Реконструкция Школьной улицы, о необходимости которой все время говорили жители, депутаты и руководство муниципалитета, началась. И если здесь уже вовсю работает строительная техника, на перекрестке Школьной и Советской заканчиваются предварительные работы. В настоящее время мы видим, что идет уширение автомобильной дороги по улице Школьная в правую сторону. И дальше уже будем приступать непосредственно к данному круговому движению, добавлять еще одну полосу, которая будет уходить направо на улицу Школьная вверх и на улицу Советская тоже еще одна полоса добавится. Таким образом, планируется существенно разгрузить этот участок дороги. Главные сложности, с которыми сталкивается подрядная организация, наличие большого количества различных коммуникаций. За долгие годы в эту землю зарыто множество важных труб и проводов, которые ни в коем случае нельзя повредить. Мачты уличного освещения пока еще находятся на прежнем месте, но их тоже будут убирать, причем процесс этот довольно трудоемкий. Сначала рядом поставят новые мачты, по ним проведут всю необходимую коммуникацию, затем со старой коммуникацией на новую переключат электричество и только после этого старые мачты демонтируют. Заседания рабочей группы по реконструкции с участием депутатов, представителей администрации муниципалитета, подрядчик работ проходят ежедневно. На них, как принимаются оперативные решения по той или иной возникшей проблеме, так и рассматриваются различные варианты организации дорожного движения на улице Школьной. Посмотреть, как работает светофор, то есть делать, например, зеленую волну по улице Школьной, чтобы все светофоры горели зелеными. Да, чтобы машины быстрее проходили. Да, чтобы машины не задерживались, чтобы быстрее проходили. Контролируют работы представители депутатского корпуса и администрации муниципалитета и на месте. На Школьной трудится сразу несколько бригад. Одни занимаются опиловкой деревьев, другие непосредственно увеличением дорожного полотна, третьи готовят коммуникации к переносу. Правда, работы приходится часто останавливать. Транспорт очень много, все спешат, все торопятся. Приходится подождать, пока эти пробки, часы, приходится не работать, часы пик. Но и когда работы ведутся, проблем у автолюбителей хватает. Стоит отметить отсутствие организации временных полос, из-за чего водителям приходится, по сути, выезжать навстречку. К жителям хочется обратиться, в первую очередь, с просьбой о понимании, что ситуация будет достаточно непростая, так как этот транспортный узел очень загружен, особенно в вечерней часы. Поэтому, друзья, давайте потерпим, все вместе, мы все автовладельцы, все передвигаемся. И до конца года постараемся как-то не ругаться особо, переждать эту ситуацию. И в новом году уже поедем по новой дороге. Действительно терпеть такое положение дел недолго. По словам представителей подрядчика, на этом участке работы планируется закончить до 10 ноября. И плотнее заняться еще одним кольцом на перекрестке проспекта Ленинского комсомола, Березовой и Советской. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Максим Козлов, Сергей Ларин.